Дагестанские школьники вернулись с победы из Москвы. Там завершилась Всероссийская Олимпиада по конному спорту. Она проводится среди детей с особенностями интеллектуального развития. Воспитанники школы «Джигит» Арсен Гасанов и Амир Магомедов привезли в республику четыре медали. Одну золотую, одну серебряную и две бронзовых. О том, как юные наездники достигли успеха и какую роль сыграл в их жизни конный спорт, в сюжете по тематам Ханаповой. Эти юные всадники ничем не отличаются от своих коллег, как профессиональные спортсмены, а порой и старательнее. Они упорно выполняют все упражнения и находят нужный контакт с лошадьми. Подтверждение тому – победа на соревнованиях. Два года еду, и я и был уже привык. Амир – один из призеров Олимпиады. Чтобы добиться таких результатов, он каждый день приезжал на тренировки с мамой из Буйнакска. Родные его признаются. Тогда и подумать не могли, что Амир будет участвовать в соревнованиях. И вот теперь уже упорно готовятся выступать на следующих. У мальчика были проблемы, ну, колес был, плоскостопие и задержка развития. Мы стали ходить, у нас ушел с колес, мы вылечили с колес, он у меня стал ходить уверенно. И улучшились проблемы с речью. Мы теперь научились читать уверенно и писать. Появился интерес по всему. Лошади для этих детей не просто развлечение. Они выполняют функцию врачей. Лечат ребят от таких болезней, как ДЦП, сколиоз и аутизм. Школа Джиги – это единственная в республике, где профессионально занимаются ипотерапией. И при этом бесплатно. Таких школ очень мало. И мне очень приятно, что благодаря нашей работе, нашему труду стало такое возможно. На сегодняшний день, за 2019 год, около 100 детей получат курс реабилитации бесплатно. О лечебных свойствах ипотерапии писал еще Гиппократ. А сейчас медики подтверждают, контакт с лошадьми способствует выздоровлению больного. Ведь верховая езда дает нагрузку почти на все мышцы тела, развивают координацию и улучшают психологическое состояние. Особое внимание нужно уделить снаряжению, поскольку от ее правильности и надежности зависит здоровье и жизнь человека и самой лошади. Поэтому любой всадник должен уметь правильно оседлать лошадь. Ну что же, лошадь готова. Давайте попробуем сесть верхом. В самом начале нужно закинуть назад повод через голову лошади. Садиться нужно обязательно через левую сторону. Закидываем ногу правую сюда. И, в общем, все. Для этих детей оседлать лошадь и сесть на нее верхом самое легкое. А вот уже после идет борьба с собой. В ход идут палки, гимнастические упражнения. Верховой ездой можно заниматься с юных лет. Это важно только тщательно подобрать лошади, правильно ее подготовить. Валет. Здесь он самый востребованный. Как среди тренеров, так и среди школьников. Это жеребец чистокровной английской породы. Отличается он своим хорошим нравом, быстротой и благородностью. Альминат Шамсудинова вот уже четвертый год тренирует людей с задержкой развития. За это время она успела помочь более ста особенным детям. Привели ее в эту нишу личные обстоятельства. Меня привела в эту деятельность личные обстоятельства. У меня ребенок с особенностями развития. И когда мы искали пути реабилитации и помощи, мы попали в Москву, в реабилитационный центр, где моя дочь также получала ипотерапию. Я видела результат, я видела реакцию ребенка, я видела, как это ей помогло. И пришла идея того, что это должно быть здесь, у нас, в стране гор, где есть все возможности. Конно-спортивная школа «Джигит» в прошлом году была переведена на баланс государства. Это позволило бесплатно проводить сеансы для особенных детей. Так, в этом году квоту на курсы по ипотерапии получили около 100 желающих. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, Новости ННТ, Махачкала.